Всем привет, друзья! У нас сегодня с вами новогодний предпраздничный выпуск Все к столу, к новогоднему столу Мой комментарий, снимать ли обзор на рождественские полена Набрал столько лайков, как мне было не снять этот замечательный выпуск С рождественскими поленьями, поленами Это как все-таки правильно, кто знает В общем, я нашла всего лишь три кондитерских дома, которые делают рождественские полена Это, конечно, вам не Франция Во Франции каждый кондитерский дом делает рождественское полено Причем каждый год он пытается сделать что-то феерическое, чтобы было лучше всех То есть каждый пытается выпендриться и сделать что-то уникальное То есть там украшают чуть ли не стразами сваровских И делают там какие-нибудь сахарные фигуры Вы представляете, и это все полено Откуда пошла традиция делать торт на Рождество? Не на Новый год, а именно на Рождество в виде полена От средневекового обычая сжигать настоящая полена в камине Какая еще особенность у рождественского полена? Это многослойность, чтобы на срезе это было как срез дерева Спил, наверное? Ну, в общем, он должен быть многослойный И кондитеры считают, что должно быть не меньше четырех слоев в этом торте Это может быть и крем-бруле, это может быть пралине, это могут быть различные вставочки в виде желе, муссов Ну, в общем, разные текстуры Ганаш там, заварной крем И чем больше вот этих текстур, тем типа круче В оригинале, то есть в классическом варианте, это бисквитный рулет, закрученный просто в креме Да, ну, то есть по сути рулет Но сверху он декорируется при помощи крема шоколадного, да, или еще какого-нибудь в форме, собственно, деревянного Полена Ну, какой-нибудь там Пьер Эрме, например Он, конечно же, не будет делать там просто полено Это всегда какие-то сложные текстуры, там, муссовые Специальные формы под полено Все это дело собирается Короче, французы реально заморочились И не просто сделали кекс А традиционный такой вот новогодний торт Который по праву может стоять на праздничном, рождественском или новогоднем столе На самом деле у нас таких кондитерских всего оказалось три Немного, но и немало для того, чтобы сделать сегодня классный, интересный обзорчик И праздничный Да, кстати, я еще вот подумала, вы, наверное, уже свои корпоративы отгуляли А я как блогер, ну, какой у меня может быть корпоратив? И я подумала, сегодня, можно сказать, наш с вами корпоративчик Вы же все-таки моя команда Без вас, ну, наверное, не было бы моего блога, не было бы канала То есть вы меня смотрите, а я делаю для вас контент Значит, мы с вами все-таки единый, единый организм Так что у нас сегодня с вами корпоративчик Гуляем, ребят Гуляем и пробуем три рождественских полена Поехали Начнем с азбуки вкуса Кстати, не сказала, французы, они его называют бюш Красиво, да, бюш Не полена, а бюш Вообще, французский вам нравится язык? Вы считаете, он красивый или все-таки это у них просто дефект Вот это Или это вам красиво кажется? Мне кажется, это очень красиво, романтично И вообще французы всегда же нам даже были близки по духу Недаром там наша вся интеллигенция русская, да, они знали все французский язык И вообще мы стремились как-то к культуре, этот шансон, да То есть нас многое связывает с французами И в том числе вот эта любовь к выпечке, к багетам, вот этим, изысканности И, конечно же, шейку Азбука вкуса предлагает нам три вида полена Один у них шоколадный с каким-то таким кремом ванильным Я посмотрела там шантипак в составе И я его тут же отмела Помните, да, про мою любовь к шантипаку? Второй у них был вариант, это который взяла я Сейчас мы его с вами распакуем И третий у них, это даже не полена, а новогодний тортик Тоже в виде, в принципе, полена Но я подумала, честнее будет все-таки взять именно полена, а не торт От шеф-кондитера С моей любимой начинкой Я думаю, у многих она любимая С маракуйей Обожаю Еще один вам совет Я пришла вчера под вечер В Азбуку вкуса И взяла вот этого красавчика Со скидочкой 40%, между прочим По-моему, шикарно Так что имейте в виду Под вечер там всегда вот эти 40% скидка Вообще бомбочка просто И вместо 1700 там с лишним Я за него, считайте, отдала почти Ну, половину, да Кстати, она у меня развалилась Хотя несла я его аккуратно Ну что, давайте его порежем Какой-то плотненький он, слушайте Реально, как рулет-рулет прям Ой Слушайте, ну на самом деле простой рулет Ну я уже даже вижу Причем такой сухенький Мне бы, возможно, хотелось, чтобы он был посочнее Что мы тут имеем с вами? Ну вот, говорю, вот эта крошка Вафельная, которая любит покрывать И медовики, и Наполеоны Короче, к вам муколебо, да Вот эта вафельная стружка Даже, видите, вот уже все отходит Он весь как бы расходится Видите, отдельно вот эта Отдельно вот эта часть То есть, ну как-то странно Почему он такой весь разваленный То есть, мне кажется, он все-таки рулет Должен быть плотным, монолитным Но то он как бы рулет А он весь по частям развалился Как бы Ну, не знаю Как-то очень уж просто На самом деле Там такой манго вкусное Прям кусочки попадаются Такое ощущение, что консервированный Не свежий, естественно Ну, по мне, так какие-то ароматизаторы Еще присутствуют Вот этот крем, он очень плотный Ну, знаете, он больше похож даже На какой-то суфле Вот этот вот Резиновое, причем, суфле Вот эта вот штучка Угу Как птичье молоко Птичье молоко из маракуйи Бисквит, простой бисквит Короче, вот знаете Если говорить про классическое полено Конечно, здесь все сделано как надо Вот он, этот бисквитный Рулет, крем И какая-нибудь ягодная начинка Но, если мы говорим про случай Когда делают кондитерские дома в Париже И борются за самое крутое полено Чтобы было очень много слоев И был какой-то взрыв вкуса Я как-то делала полено У Никси, у моей любимой Нины Тарасовой Портал никси.ру И там вы можете найти кучу рецептов полен По рецептам самых крутых кондитеров мира И вы поверьте Это очень увлекательно Делать рождественское полено Кажется, что сложно Но, вот знаете Это такой вызов А повторю ли я Это полено Где отдельно заваривается Крем-брюле Представляете Запекается крем-брюле Потом отдельно делается Пралине Потом надо раздобыть Где-то личи Потом надо раздобыть Где-то розовую воду Это так увлекательно Так что, если у вас есть Вот этот вот Запал кондитерский Попробуйте сделать Рождественское полено Реально это очень интересно в общем что я могу сказать обычный рулет как вот с яблочным повидлом простой бисквит если бы не маракуйя я бы вообще не оценила бы его никак но так как я обожаю маракуйя до более-менее но один кусочек я даже не доем вот мне не хочется вторую ложку к сожалению а 1700 полено стоит я знаю что азбука вкуса делают на колеба на колеба все то есть на хорошем шоколадике за это им респектик действительно шоколад очень вкусный эти у нас снежинки мастичные все понятно оцените пожалуйста ребят декор как вам хотели бы вы видеть такое полено на своем праздничном столе мне кажется достаточно красиво елочки то есть по новогоднему и даже немножко дает нашим наполеончиком домашним поэтому такой красивенький принципе торт что следующая полена рождественская от ну конечно же самая известная французская кондитерская пекарня города москвы да не только кстати москвы знаю что они сейчас в нижнем новгороде есть это старый добрый волконский как я люблю эту кондитерскую мы с вами уже делали обзорчик на нее сама идея до что это именно пара французов создала эту пекарню которые прям вплоть до французской муки вплоть там до масла хорошего да сейчас делать все из российских но как говорит управляющие для них все равно это очень важно поддерживать качество и делать хлеб в цеху в общем естественно раз это французская кондитерская как вы понимаете у них должен быть линейка должна быть линейка новогодних французских тортиков представляю вашему вниманию бюш он так кстати так у них и есть на сайте ванильный бюш посмотрите какая красота вот это я так хочу попробовать представляете когда за ним пришла волконский там все кипит шумит вот эта куча подарков все это на вынос и передо мной мужчина такой а бюш есть это кого он знает что такое рождественское полено а вам какой ванильный и это как у меня ванильный значит это правда вкусно раз вот просто рандомный какой-то человек тоже заказывает этот бюш на самом деле я уже чувствую как пахнет вот эта песочная основа может быть это даже сабле бретон в сабле бретон это когда много масла мало муки то есть она расплывается и иногда французы добавляют немножечко миндальной муки с сабле бретон вообще на самом деле поизучаете не на тарасовый сайт там очень много про французские десерты я ниночке за это безумно благодарна за то что она когда-то меня влюбила во франц во французские десерты в их сложность в их магию и до сих пор я уважительно отношусь и французскому искусству кондитерскому по-другому не назову что будем пробовать ребят мой какая нежность я уже вижу вот этот вот возможно это баварский мусс и баварский мусс это когда часть английского крема ну то есть по сути заварного только без крахмала и взбитые сливки нежный нежный мусс мне понравилось что есть вот такая вот песочная основа вот эту всю нежность прямо вот так в руки и берете смотрите как удобно такой вот просто пьедестальчик по сути это съедобная подложка по моему очень классно вот тут кранч на самом это это все классно что здесь есть вот эта вставка хрустящая ну она у них очень толстая ребят она должна быть поменьше все-таки это фантастический торт такой нежный мусс он такой ароматный он ванильный прям натуральный ваниль и вот этот кранч который хрустящий да он жестковат вот честно так не делается добавляют по идее в тоньше он должен быть потоньше то есть должна хорошо входить и и ложка и нож но ощущается пролине ощущается орешки ощущается молочный шоколад боже какой-то очень пропитанный тоненький тоненький бисквит собственно о чем я вам и говорила а вот этой многослойности настоящего французского рождественского полена что мы здесь видим слой нежнейшего просто вот он нежнейшим тает во рту мусс ванильный слой карамели не соленая просто карамели какой-то пропитанный бисквитик потом слой вот этого хрустящего бролине шоколад молочный и орешки и слой печенюшки идеальная печенька я бы ее единственное сделала более рассыпчатой чтобы она легко здесь ломалась она здесь не ломается ну торт просто бомбастик ребят попробуйте его не отдала за него 1300 по моему вот примерно визуально он выглядит так же как и из азбуки да то есть по весу мне кажется плюс-минус одинаково я готова доесть до конца этот прекрасный кусочек полена из пекарни кондитерской пекарни волконский причем знаете я его заказала заранее должна была забрать его вчера мне пишут из волконского вы придете сегодня я губ знаете сегодня не успевать давайте завтра с утра они понятно но вообще-то мы его специально для вас приготовили чтобы он был прям на и свежайший это к одну не пропадет не переживайте действительно торт этот не бисквитный поэтому переживать за то что он будет на то что он какой-то будет залежавшийся не стоит единственное что меня смутило вот это вот вот чтобы вы понимали вот это все толстый слой вот этой вот ставки хрустящий он достаточно плотноват и толстоват а мусс вот этот вот он просто нежнейший и вот тут идет такой дисбаланс очень нежных нежных текстур и вот таких жестких то есть немножечко да это хочется отдельно кушать но это в целом все как говорится пальчики оближешь ваше здоровье водичку пью с клубничкой ну что третья полена от моей любимая юли высоцкой ее когда-то вообще начался весь мой кулинар кулинарный путь этих передач едим дома я практически не пропускала там ни одной передачи мне нравилось ее подвижность она как электро веник 1 раз раз блюдо 2 3 10 боже как она мне полюбилась потом этот портал и едим дома и в итоге что она делает она открывает там ресторанчик да потом она открывает кулинарную студию или высоцкая сегодня она называется соленая сладко сладко соленая она даже делают на ютубе ролики но честно вот у нее формат остался тот же и я понимаю что немножко это уже возможно на ютубчике уже что-то другое до хочется вот собственно это ее полена я уверена да что юля она очень такая европейская да у нее любимая страна италия на часто там бывает вообще-то помню даже дом до с кончаловским и францию они любят поэтому не умудрено что у них есть в линейке полена их целых два одно и такое беленькая второе шоколадная черненькая я заказала темненькая знаете почему только потому что я решила сэкономить 500 рублей потому что ее полена стоит честно мне это решение далось очень тяжело с учетом того что мне надо было купить три полена блин 5000 рублей в общем стоит ее полена одно вот это стоит 4500 но скажу вам сразу она увесистая реально вот как полено как будто держу в руках и можно это кого-нибудь убить но дизайн видите да достаточно простой ничего такого нету того второго варианта белого тоже ничего такого сложного там он белый и какие белоснежные шарики он за велюрины почему здесь листья не спрашивайте я не знаю вот честно когда я выбирала это новогодний торт но не снежинки кстати смотрите снежинка потекла эх а я-то знаю что на зеркальный глиссанж на зеркальный глазурь не кладут мастику вы тоже это знаете у меня как один раз такой был случай когда сделала какой-то декорт на зеркальный тортик у меня тоже все это вот так же как здесь эти постик постекала вот видно что все стекло ну обидно на самом деле то есть четыре с половиной тысячи и как бы немножечко декорта и уехал но в целом все классно было как бы там заказ приняли я побывала у них там на студии находится на улице правда в таком здании вообще какой-то бывший не мне кажется вообще такой стрёмная вообще просто думаешь боже а туда заходишь там целом все очень даже и миленько уютненько какой-то мастер-класс проходил мастер-классы кстати у нее очень дорогие я помню но видимо какие-то компании могут себе позволить оплатить корпоратив даже есть мастер-классы когда юля сама лично ведет мне кажется помощи каких-то заоблачных денег стоит но не факт давно не узнавала вообще ведет ли она что-то возможно она вообще сейчас этим не занимается просто юля высоцкая стал брендом и ты можешь купить и сахар и муку и все под брендом юля высоцкая так ну что вообще честно я не люблю шоколадные торты и какая-то нестандартная в этом плане хотя если ты не любишь не любишь шоколадные торты пиши может я не одинока так ну что ну я уже вижу что он вот этот слой желе не он резиновый вот он уже отходит вот вот эта резинка она лежит таким пластом как холодец честно я не люблю такие текстуры я люблю когда желе она все-таки больше такое как не жидкая но по крайней мере не дрожит вот так было как желательно не понимаю вроде не маракуя мандарин наверное ну вы знаете очень вкусно на самом деле мандариновое вот это желе впервые на самом деле пробую в торте мандариновое что-то очень классно передает вот это новогоднее настроение именно мандариновый этот слой короче мои ощущения по поводу вот этого желе в целом хорошо тает во рту я больше наговаривал просто уже мусс у нас немножечко подтаял так ну что там еще внизу не печенька ну такая же песочная основа смотрите какой за снежный мусс на основе горького даже шоколада даже не темного то есть для любителей прям шоколадных таких вкусов когда прям интенсивный шоколадный вкус я вам очень рекомендую этого у нас получается зеркальная глазурь слой 1 мусс слой 2 бисквит слой 3 потом вот эта штучка я не понимаю что за вкус просто кисло вот реально нету вкуса определенного как будто знаете лимонная кислота она же тоже не имеет вкуса на просто кислое вот ощущение что здесь просто добавили лимонной кислоты потом у нас опять слой идет бисквит опять а потом идет мандариновое вот это что-то то есть 1 2 3 4 5 6 слоев и с учетом глиссажа 7 вот это да вот это юля высоцкая очень все классно и хрустящая штука классная вот кстати если скрестить стоя хрустящей основой которая была в алконском вот этот торт было вообще бомба просто бомба ребят будете пробовать может вдруг вы закажете полено от юлии высоцкой потом напишите поделитесь своими впечатлениями что это за вставка желейная какого вкуса ну что-то цитруса но в целом знаете с учетом того что даже я не люблю шоколадные торты он очень классный он вкусный он и свежий одновременно и вот терпкий своим шоколадности в своей шоколадностью а и шоколадный попробовал какой-то безвкусный шоколад какой-то бабайский напоминает но не должен мне кажется должен быть хорошей все-таки в общем торт всем любителям шоколада посвящается прямо очень шоколадный очень многотекстурный и кислинка кстати дает очень классный эффект ну единственное что вот внешний вид возможно не очень нарядный как вы считаете подходит ли он для праздничного новогоднего стола поставили бы вы его на ваш красивый новогодний стол вообще какие кстати у вас традиции на новый год не обходится новый год у вас без елки или там не обходится без какого-нибудь определенного блюда допустим вы всегда вызываете деда мороза я не знаю на новый год в общем пишите о своих традициях вообще что-то значит для вас этот праздник семейный он или такой тусовочный больше знаете как на западе да у них это все-таки такой больше вечеринку устроить какие у вас вообще планы на новый год на новогодние праздники загадывайте вы до сих пор желание что сбывалось и подводите ли вы итоги кстати для вас это важно подвести итог в конце года вот я всегда подвожу итог всегда сверяюсь заметками прошлогодними смотрю какие у меня были планы то есть на предыдущий год ставлю галочки что же у меня исполнилось и на чем надо поработать и вы знаете многое сбывается и это классно вот я не верю на самом деле в новогоднее чудо предновогодние я считаю что ты сам себе делаешь чудо знаете есть это выражение не жди чудес чудите сами вот блин это сто процентов фраза мне кажется рабочая не жди чудес чудите сами сама жизнь это уже чудо и у нас есть все ресурсы чтобы эти чудеса нашей жизни воплощать создавать вот такой можно сказать от меня пожелания в общем чудите сами кстати насчет костромского выпуска я обязательно его выложу наверное на новогодние праздники знаете как это старые песни о главном вот костромской выпуск 20 года пандемийного выложу я его на новогодний праздник это дом снегурочки написал про который островский написал да местное достаточно замечательно я пошел к нам да подожди ты вдруг вы вдохновитесь и поедете в кострому классный город кстати интересный правда особенно с точки зрения гастрономии что друзья с поленами все понятно но мой как бы фаворит сразу по моему был очевиден это волконский сто процентов дешево и вкусно и нежно и вообще белиссимо ну что дорогие мои друзья мои сладенькие как и мои сладенькие обзоры поздравляю вас с наступающим новым годом давайте достойно проводим этот год и будем смотреть в горизонты предстоящего нового года все мы уже все что сказать вообще не умею поздравлять на самом деле так что ребят побольше мечтайте улыбайтесь дарите добро сохраняйте в сердце своей душе конечно же что любовь я люблю каждого из вас спасибо что со мной что смотрите меня я для вас стараюсь правда думаю каждый раз над контентом и поверьте следующем году тоже вас буду удивлять люблю с новым годом а а а а